МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все обратили внимание на то, что центр Благовещенска украсили российские и китайские флаги. Это верный признак того, что в который раз, уже в седьмой именно, в городе пройдет ярмарка культуры и искусства. И не только в нашем городе. По прошлым годам мы помним какое-то масштабное, огромное, яркое, незабываемое зрелище. Что нас ждет в этом году? Об этом сегодняшняя беседа с министром культуры и архивного отдела Амурской области Ольгой Юрковой. Здравствуйте, Ольга Александровна. Здравствуйте. Верно ли, что на ближайшую неделю в рамках ярмарки предполагается запустить около полусотни различных мероприятий? Ну, наверное, да, если учесть маленькие мероприятия, но крупных, больших концертов у нас будет 11 на территории Амурской области. Это только крупные концерты? Это большие концерты с большим количеством участников и в разных населенных пунктах. Подготовка, наверное, идет за целый год непосредственно до? Да. Один закончили, шестой закончили и уже весь год, наверное? Ну, традиционно, потому что такие большие коллективы приглашать очень сложно. Графики расписаны на года вперед, даже не на год, а на больше. Поэтому работа о том, кто будет приезжать и кто будет присутствовать на следующей ярмарке, где-то примерно за год, может быть, даже чуть раньше начинается. На каждом масштабном мероприятии предполагается наличие приглашения так называемых хедлайнеров, по-русски говоря, гвозди программы. Кто вот эти самые гвозди в этом году? Это «Казаки России», государственный театр танца, один из ведущих казачьих коллективов Российской Федерации. И коллектив из Пекина, государственный, опять же, который относится к Министерству культуры Китайской Народной Республики, театр оперы и балета. Это вот те хедлайнеры, которые к нам приезжают. А каким образом мы бы выбрали именно их? Ну, традиционно китайская страна выбирает свой коллектив, российская страна выбирает свой. И у нас, конечно же, задача стоят друг у друга, показать творчество и искусство непосредственно нашего народа, то есть то, что есть в России. И, конечно же, даже если иногда не нравится китайской стороне тот или иной коллектив, они хотят что-то такое поэкстравагантнее, каких-нибудь перьев, что-нибудь еще. Но мы настаиваем на том, что это народное творчество, а должна быть народная культура, русская культура, то, что мы должны продвигать. Ну, китайцам казаки, наверное, очень интересно. У них-то казаков точно нет? Ну, казаков у них точно нет, конечно. Они их воспринимают как военный коллектив. Вот в прошлом году у нас ансамбль имени Александрова был, и с той стороны, с китайской стороны, был хор политического управления Китая. Понятно, что был юбилей, окончание Второй мировой войны, поэтому именно эти военные коллективы были. Ну, и, конечно же, мы уже прошли по многим коллективам, которые выступали у нас на ярмарке искусств. Но в этом году выбор пал после долгих споров и отсмотра видео на казаков России. А у нас, в свою очередь, я имею в виду Амурскую область, у нас, в свою очередь, нет оперы и балета, поэтому нам тоже будет на что посмотреть. Да, но вот многие спрашивают, это вот пекинская опера у нас уже была. Очень много хореографии, это достаточно много, и вокалисты, отдельные вокалисты, солисты, ведущие Китайской Народной Республики. Те, кто участвовал в шоу, аналогичном, как шоу «Голос» у нас, стали призерами и победителями. Презентуется у нас девушка с голосом «Цунами». Ну, хотелось бы очень посмотреть, но прям они его знают, все в Китае, как голос «Цунами». Казаки России, они на открытии у нас выступают и на закрытии, но между этими мероприятиями еще и в Китае успеют туда. Да, конечно. У нас традиционно проходит официальное открытие для всех участников делегации в общественно-культурном центре. Часть билетов мы отдаем в продажу, цена абсолютно символическая. Если есть еще билеты в общественно-культурном центре, то те, кто хочет посмотреть одновременно и китайский коллектив, и казачий коллектив, можно приобрести билеты на 11 число, на 2 часа дня. Билетов абсолютно немного, то есть порядка 200 билетов, которые выходят в продажу. Мы уже вначале сказали о том, что около полусотни мероприятий. Понятно, что все мы не перечислим, но хотя бы базовые давайте вспомнить. Конечно, несколько площадок, которые основные. Это площадь Ленина, это общественно-культурный центр, это Дом народного творчества, это Амурский краеведческий музей. То есть ряд выставок, мастер-классов, которые проходят на этих базах. У нас, кроме этого, есть абсолютно такая мобильная группа, это фотохудожники, которые в этом году путешествуют по Амурской области, и в Муравьевский заказник, и на выездах, и в поля. Это фотосессии, которые они проводят, фото мастер-классы, которые проводят. За ними, наверное, уследить будет очень сложно, но опять же программа есть в Доме народного творчества, и на баннерах в Доме народного творчества можно записаться, проконсультироваться по телефону и попасть вот в эту группу. У нас отдельная делегация писателей и отдельная делегация издателей. В этом году они к нам обратились в Харбине о том, что очень интересна русская литература, их очень интересуют права, получение прав на то, чтобы издавать на китайской стороне, перевести русскую литературу и издать ее в Китай. Вот такая встреча будет в Амурской областной научной библиотеке, мы собираем издателей наших, китайские, для того, чтобы они обменялись опытом и решили свои проблемы чисто профессиональные, на профессиональном языке. Из необычного я прочитал, что будут мотогонки на Золотой Миле. Да, действительно, мы здесь хотим поблагодарить Федерацию мотоспорта, потому что очень большие расходы они взяли на себя, это подготовка трассы и перевоз сюда мотогонщиков из Китайской Народной Республики, то есть тоже большая, очень организационная работа лежит на них. 13 августа на площади Ленина на Золотой Миле. Это показательное выступление или соревновательное? Это соревнование. Это соревнование российской команды и китайской команды, которые будут соревноваться в рамках мотокросса фестивального. И еще, что мне интересно стало, Ассоциация пожилых людей готовит некий флешмоб. В чем он заключается? Значит, действительно, тоже такое, можно сказать, что наши ассоциации, в принципе, уже дружат. Переезжали несколько раз наши пожилые люди в Китае, их пенсионеры приезжали к нам. Но мы говорим, пожилые люди, пенсионеры, на самом деле, они бодры духом, они абсолютно энергичные, и они готовят большой концерт, они готовят китайские игры, чтобы показать их на площади Ленина. Они готовят действительно совместный флешмоб вместе с нашей ассоциацией, делают два русских танца, два китайских. Наши учат, соответственно, китайские танцы, и китайцы учат русские танцы, которые они с удовольствием покажут зрителям на площади Ленина. Еще хочется узнать о традиционном обмене делегацией, обмен делегацией ремесленники. Будут и со стороны Китая ремесленники у нас, и наши будут у них. Да, с этого начиналась ярмарка, семь лет назад, потому что первоначально были это только ремесленники, это только художники, которые... Ну, отсюда и слово ярмарка родилось. Да, отсюда и родилась ярмарка, потому что изначально это было под открытым небом, продажа своих творческих работ, и вот она перерезла в то, что сегодняшний день есть несколько фестивальных дней, ну, практически неделя на территории Амурской области, еще больше на территории Китая, и уже сказать о том, что это просто ярмарка нельзя, это цикл мероприятий, цикл фестиваля в фестивале, который проходит на двух берегах Амура. Ну, действительно, у нас традиционно в Доме народного творчества, в Сквере, при случае плохой погоды, мы перейдем непосредственно в Дом народного творчества, где можно будет прийти и купить изделия мастеров Китайской народной республики. Кстати, о погоде, которая может подвести, потому что синоптики все обещают какой-то все-таки циклон, давайте не будем, конечно, верить, как обычно, но все-таки, если они, редкий случай, окажутся правы, что мы будем делать, есть ли план Б на случай всех мероприятий, которые запланированы на свежий воздух, а их многое, я понимаю. Да, действительно, на случай, на плохой случай, на случай дождячего, мы, конечно, очень не хотим, потому что всегда хочется, чтобы как можно больше людей посмотрело, это провести все на площади имени Ленина, но план Б есть, это, во-первых, общественно-культурный центр, огромное спасибо Валентине Сергеевне Калите и Надежде Ивановне Багровой о том, что они предоставляют эту площадку, абсолютно бесплатно для фестиваля, понятно, что это совместное проведение, и администрация города очень много вкладывает в проведение данного фестиваля. Мы перемещаемся со всеми концертами в общественно-культурный центр, то есть в это же время будут в общественно-культурном центре. Будет вход по пригласительным билетам, поэтому нужно будет заранее побеспокоиться и заполучить заветный пригласительный билет, чтобы попасть на концерты, которые будут проходить. Про рок-группы, которые будут выступать, и планируется их выступление на площади Ленина, в случае дождя они переезжают в арену, в острова. Также огромное спасибо непосредственно островам за то, что они нас принимают вместе с нашими рок-группами, которые будут из Сахалина, из Амурской области, из Китая. В любом случае все состоится, как бы там ни было. Да, как бы там ни было, конечно, хотелось бы всего побольше, потому что Китайская Народная Республика в этом году дарит нам фейерверк. Фейерверк достаточно хороший, как нам обещают организаторы, что мы такого никогда не видели. Очень хочется посмотреть. На случай дождя он планируется на открытие, но если будут грозы, то мы его перенесем на следующие дни. Поэтому следите, и в один из фестивальных дней салют все-таки состоится. Ольга Александровна, спасибо огромное. Желаю вам, организаторам, нам, зрителям и всем гостям, которые также приедут, чтобы все получилось, чтобы все было ярко, красиво, незабываемо, так же, как и в прошлые разы, а даже немножечко, может быть, и лучше. Напоминаю, у нас в гостях была министр культуры и архивного дела Амурской области Ольга Юркова. До свидания, увидимся на ярмарке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова